101 пиар Приветствую Поздороваюсь с вами сразу Сегодня мы поговорим на очень объемную сложную тему Постараемся пройтись хотя бы поверхностно И об этом в эфире нашим друзьям рассказать Поговорим на тему выхода на международные рынки По продвижению на международных рынках Какие особенности мы имеем Владимир, давайте начнем с такого сложного вопроса Объемного вопроса Но так кратенечко пройдемся С каким продуктом вообще имеет смысл выходить на международную торговлю Понимаете, Дарья То есть я перед передачей смотрел этот список вопросов Вот именно от этого первого вопроса С каким продуктом имеет смысл выходить на рынок Я, как говорится, завис То есть компьютер перестал выдавать признаки жизни То есть точнее признаки жизни были Но деятельности мозговой не обнаружилось То есть кому именно выходить На какие рынки В какое время С каким товаром То есть из мириады товаров Которые существуют в природе Выбрать что-то для продвижения На самом деле все решается вроде бы очень просто То, что будет востребовано С тем и надо выходить То есть отталкиваемся от того, что сейчас вообще в тренде Какие мировые события происходят Вы волей-неволей Волей-неволей Совершенно случайно Или не случайно Вы наткнулись на самую известную проблему маркетинга рекламы Которая существует Что продавать То есть имеется в виду Настоящий маркетолог Настоящий рекламист Продает людям не то, что они заявляют, что хотят А то, о чем они еще не знают, что они это хотят То есть задача на самом деле предугадать Что именно пойдет на рынке То есть это не рейтинги Это не срез настроения Это нужно привлекать интуицию И предугадывать это все Итак, у нас подключился директор проекта Сделано в России Михаил Саченков Михаил, добрый день Добрый день Ага, Миш, привет Рад тебя слышать наконец Михаил, мы сейчас с Владимиром обсуждали С каким продуктом имеет смысл Сейчас выходить на международную торговлю Есть ли какие-то настроения Что прямо сейчас можно было бы запускать Как вы думаете? Ну вы знаете, сейчас наиболее перспективными В любом случае являются некие индивидуальные вещи Это не массовые продукты А то, что производится отдельными, наверное, специалистами В виде небольших компаний То есть то, что можно масштабировать Например, хороший пример У нас есть производители Катамаранов из Санкт-Петербурга Которые сейчас активно достаточно выходят на внешний рынок Это очень небольшое производство С небольшим количеством сотрудников Которые, в общем-то, предлагают инновационный и уникальный продукт Которого на рынке сейчас, как оказалось, нет И вот, собственно, для них основные рынки Это Австралия, Канада и США Интересно То есть такие довольно развитые рынки, получается И продукция российская, она там будет востребована? Безусловно Миш, если не секрет А почему катамар... Вот, кстати, заинтересовался сразу А катамараны... В чем там изюминка у них? Почему нет этого продукта ни в Австралии, ни где-то еще? Есть всего два аналога, которые производят подобную продукцию Но в России, как оказалось, инженеры сделали единственную в мире конструкцию Которая позволяет его упаковать в чемодан А-а-а Интересно Получается, что катамаран складной И, соответственно, аналогов и по цене, и по тому, что он достаточно мало места занимает У него нет Все остальные аналоги, они не складываются То есть поехал к морю, сложил в чемоданчик? Приехал? Ну, по сути, да Круто Так оно действительно выглядит Вот мы буквально недавно приезжали они в Москву И, соответственно, это все показывали на водохранилище Как оно собирается и плавает Классный продукт, который в том числе предназначен Почему, собственно, задали вопрос про рынки? В первую очередь, потому что рынки США, Австралии и Канады Они имеют колоссальный объем для всего, что связано с водными видами развлечений Потому что там береговая линия очень протяженная Безусловно, внутренний туризм Это внутренний туризм, в первую очередь, он очень активно в США, развит в Канаде То есть люди постоянно выезжают на озера, на различные водоемы И сама эта сфера, она очень сильно развита Поэтому использование катамарана, оно имеет смысл Михаил, а вот на каком этапе развития вообще целесообразно выходить на международные рынки? То есть когда местный рынок полностью покрыт? Или вообще мы это отметаем и сразу идем на международные рынки? Вы знаете, у нас очень много примеров компаний, которые сразу выходят на международные рынки Ну, в силу разных причин Потому что есть, например, те сегменты, где по цене в России достаточно ограниченные возможности по продажам Как, например, титановые рамы для велосипедов, которые в России производят Но 95% все уходит на экспорт Потому что спроса не был Ну, цена достаточно высокая И, скажем, с уровнем потребления в России рынка здесь нет Но за рубежом те цены, которые мы предлагаем Они, во-первых, конкурентоспособны из-за разницы в валютах Потому что все-таки титан, он здесь закупается ребятами и производит И они добавочную стоимость здесь создают И, соответственно, их продукция сейчас очень конкурентна на рынках зарубежных И для, например, спортсменов, для любителей велоспорта, у которых есть деньги Покупка велосипеда, собранного индивидуально на рамах российского производителя Она выгоднее, чем аналогичная продукция у зарубежных компаний То же самое касается, в принципе, всех практически сверх Потому что, как я и говорил, основная изюминка всегда некие инженерные решения Либо очень качественный маркетинг То есть визуальная и смысловая составляющая продукции То есть можно выходить из тем, что предполагается на очень конкурентную историю Например, там рынок средств для ухода за автомобилями в Китае То есть там рынок очень конкурентный Он огромный с точки зрения денег Это 273 миллиарда долларов, собственно, в прошлом году Но там нет ярко выраженных лидеров этого рынка Поэтому я считаю, что, например, те компании, которые предложат очень хороший продукт Качественный, интересный для китайского рынка Могут сейчас действительно в эту историю поиграть и выйти и попробовать свои силы А как вообще происходит, вот вы говорили про исследования Про объемы спроса на какую-то продукцию, на какие-то конкретные товары А вот исследования-то как происходят Это делают местные организации, агентства какие-то аборигенов, так скажем Или какая-то выезжает группа специалистов компании, которая хочет выйти на экспорт Или какие-то местные российские есть агентства, которые предоставляют такие данные Как это обычно делается? Ну, знаете, у нас достаточно много источников информации То есть что-то мы делаем самостоятельно, проводим исследования рынков Что-то делают партнеры В принципе, сейчас на рынке достаточно много организаций, которые проводят маркетинговые исследования Другой вопрос, что могут ли себе позволить компании эти маркетинговые исследования заказать Это тоже другой вопрос, что зачастую они достаточно дорого стоят И как в такой ситуации быть? Да, я при этом хочу отметить, что это не настолько сложный продукт В принципе, при наличии знания языка, минимального хотя бы английского Можно и самостоятельно достаточно неплохо изучить рынок Иронически перебью тебя Особенно это весело будет в Индии Ты представляешь себе индийский, английский, да? Ну, ты знаешь, как оказалось, что у нас достаточно много людей в сфере бизнеса владеют языками Не все, конечно, но те, кто активно Как минимум английским владеют прекрасно А с точки зрения того, чтобы изучить рынок Индии Ну, я думаю, что достаточно взять хорошего переводчика Что в любом случае будет дешевле, чем целые исследования заказывают Помнишь вот эту историю с классом, которая тянется, тянет, до сих пор тянется, кстати? Сейчас у них проблема, у них пандемия, им вообще не до исследований Владимир, а как вообще вы вводили компанию на международное? Как вам это происходило? Это очень громкое слово, вводили компанию То есть в плане Китая там просто сработали знакомства То есть знакомство с людьми, которые уже работали по Китаю, из России Они предложили вятский класс в китайские торговые сети ставят То есть там небольшой еще не объем У нас, кстати, главный камень представления в торговле с Китаем Это транссип То есть тарифы на транспортировку, время транспортировки Потому что дорожание класса из-за транспортировки Оно делает его не то, что совсем неконкурентоспособным Но такой сильно снижает возможности Это первое А второе с классом То, что китайцы его готовы употреблять И употреблять много, в первую очередь Потому что у них реноме российских продуктов Как качественных, экологически чистых И так далее, и так далее То есть возможности есть Но с логистикой нам пока не везет, что называется А построить завод там в Китае, как это делает, допустим, та же Кока-Кола Ну пока, к сожалению, не можем У нас экономическая ситуация в стране другая Да, то есть теоретически такой исход возможен То есть когда логистика становится слишком затратной То проще, наверное, там свое предприятие открыть Ну, чтобы ликвидировать вот этот как бы ликбез Эта маленькая лекция получается Дело в том, что когда ты рассматриваешь продажи продукта Ты прекрасно должен понимать, что у тебя Она состоит не только из рекламы, маркетинга, переговоров, соглашений Она состоит еще в огромной степени из логистики Собственно, ситуации с самими торговыми сетями Как они работают Потому что, допустим, в Европе Сиеста И в Сиесту ты не продашь ничего И в субботу, воскресенье в Италии Они предпочитают не работать И это, ну, вот эти моменты Которые, если ты не знаешь, не понимаешь Ты очень удивляешься, почему у тебя нет продаж в выходные У них просто не рабочие дни А как-то вообще тестируется спрос на продукцию Вот на новых рынках? Когда как? Вот, допустим, в Индии То, что мы собираемся, все-таки собираемся заходить Там вариант именно был Первой партии, точнее, нескольких первых партий Которые уходят на пять крупнейших штатов индийских Причем я был совершенно удивлен Там население одного индийского города 25-30 миллионов Вот, то есть там в пяти таких штатах, городах Первые тестирования должны были быть проведены И в этот момент ударила пандемия Ура! Индийцы начали бить палками всех, кто без масок Даже так? Да, там Индия же очень интересная страна Мало того, что там население практически, как в Китае сейчас уже Там фантастические контрасты, которые наши не понимают Кстати, не представляют себе То есть фантастические контрасты между роскошью высших классов И нищетой низших Потому что у них целые кварталы, которые застроены трущевами С полной антинсанитарии, с проблемой с питьевой водой И заработать там 3 доллара в месяц Ну ладно Да, не будем ударяться Исторические экскурсы Я просто, товарища Саченко, его надо пытать Потому что это большая удача поймать в кировском эфире для Кирова Во-первых, человек, который занимается этим вопросом уже не один год И как раз по поводу международных вещей У него и эрудиция, и навыки гораздо больше, чем у меня Да, Михаил, расскажите, как вообще происходит тестирование То есть вот на примере вятского кваса С ситуацией мы уже столкнулись Какие еще варианты бывают То есть как тестируется продукция на новых рынках Вы знаете, ну единственное, на мой взгляд Самый правильный метод, скажем, тестирования спроса на международных рынках Безусловно, поставки льготных первичных партий продукции Здесь в данном контексте у нас на самом деле существует достаточно большая проблема Так как в России, если мы, вот Владимир упомянул, там вопросы транспортировки Но у нас как раз есть государственные субсидии на транспортировку товаров И большую часть этих затрат можно компенсировать Как раз в целях повышения конкурентоспособности продукции И это на минуту сейчас самая востребованная субсидия Которая государством выдается То есть для производителей это очень выгодно получается, да? То есть там практически бесплатно это может быть, насколько я знаю Кстати говоря, как говорится, чтобы не откладывать, давай я после передачи действительно поинтересуюсь субсидированием Потому что этот вопрос поднимался Это одна из, как сказать, самых востребованных вещей Второй вещи у нас, к сожалению, нет У нас не субсидируется государством поставка первичных партий продукции на внешние рынки То есть сейчас мы сталкиваемся с большой проблемой Что очень многие товары Вот в данном случае, опять же, те же многострадальные катамараны Там проблема в том, что для того, чтобы их продавать, они должны физически где-то появиться То есть должны быть выставочные демонстрационные образцы Должно быть какое-то количество катамаранов на складе И, соответственно, это требует их предварительного производства Поставить эту продукцию за рубеж можно То есть в данном случае, если мы говорим о рынке США То поставка одного контейнера, в который вмещается, например, 130 катамаранов Условно себестоимость каждого катамарана в этом случае при таком заказе составляет приблизительно 90 тысяч рублей Соответственно, не существует инструмента, при котором государство бы компенсировало Чтобы можно было иностранцам эту историю поставить по цене в 1000 долларов То есть 75 тысяч рублей И вот, соответственно, между себестоимостью в 90 и 75 остается 15 тысяч рублей Это прямые затраты, скажем так, производителя Которые компенсировать нужно с каждого экземпляра Вот у нас сейчас не существует инструментов финансовых Ни банковских, ни государственных Я здесь про кредиты не говорю Потому что большинство компаний, которые отправляют такую первичную партию Им просто банки не дадут кредитов Вот с этим тоже существует огромная большая проблема Потому что это, по сути дела, некий инновационный стартап Насколько я помню, эту шутку мне кто-то сказал в году три Сенатор от Кировской области вспомнил Так вот, раньше было 2D, дураки и дороги, проблема в России Сейчас у нас 3D, длинные, долгие деньги Вот что с банковскими кредитами, которые недоступны Что с отсутствием господдержки Ну это вот печальная флейта заиграла Ну ладно, давайте как-то все-таки к ценным вещам Ключевой момент, что мы со своей стороны Как раз как инструмент продвижения в рамках проекта Помогаем компаниям этапное финансирование находить В различных формах Соответственно, наша ключевая задача Это, безусловно, это первое Это контакт с торговыми сетями и торговыми представителями В данном случае мы говорим не о государственных торговых представителях Как институте, а именно о коммерческих То есть это конкретно организации Либо люди, которые уже имеют устоявшиеся сети сбыта И точки сбыта на территории конкретного региона Собственно говоря, под этих людей мы и формируем первичные партии продукции Дальше всю эту историю финансируем и смотрим на результаты Ну вот по нашим уже осуществленным проектам В целом где-то до 40-50% у нас возврат на контракты То есть из вложенных там условно 10 миллионов Собственно 5 миллионов возвращается сразу И далее каждый год объем заказов растет постоянно Соответственно, те, кто покупал по минимальной цене Они возвращаются уже с полноценными заказами большими Но это, как я понимаю, успешные такие, да, более-менее выходы на экспорт А бывало вообще такое, что вот, предположим, вы потестировали новый регион И поняли то, что не идет, и вы туда не идете Или все-таки как-то пытаетесь что-то выкружить Потому что были же затраты на тестирование Ну вы знаете, здесь вопрос первичный То, что мы же все равно понимаем Когда продукция поступает, тестовая в торговые сети Либо к продавцам на территории конкретного региона Мы по результату, по окончании вот этой пробной партии товара Полностью имеем всю, скажем так, картину того Почему это не продалось По какой причине? Высокая цена, отсутствие спроса Скажем так, недостаточно качественная упаковка Либо товар оказался некачественный в конечном итоге Либо недостаточно качественный Потому что вот вопрос качества, он тоже возникает Но в контексте того, например, какое есть видение у государства Я, например, считаю, что оно не совсем корректное Потому что у нас идет какая-то определенная гонка За тем, что давайте делать самое качественное Безусловно, нет В каждой стране любой товар должен соответствовать Скажем так, по качеству, тому уровню потребительского спроса Который есть Хороший пример Буквально сегодня вышло решение Procter & Gamble О том, что они будут маркировать Значит, порошок, производимый в России Как именно порошок, производимый по стандартам России А не по стандартам ЕАЭС То есть для ЕАЭС более качественный порошок А в России он худшего качества Потому что у нас из-за того, что низкий потребительский спрос То есть по цене он должен проходить Для этого снижается качество продукции Поэтому порошок, условно, Ариэль, продающийся в России Он хуже порошка, который продается, условно, в Казахстане Или в других странах Просто по причине того, что наши потребители Не могут за него заплатить того качества порошок Ту цену, которую платят в других странах И вот это ключевой момент То есть мы должны адаптировать продукцию В соответствии с рынком Друзья, сейчас мы уйдем Я прошу прощения, что перебиваю Сейчас мы переключимся на рекламу Буквально на пару минут Пожалуйста, не переключайтесь Сейчас мы вернемся 101 пиар 101 пиар 101 пиар в эфире В гостях у меня Владимир Маматов И Михаил Саченков Михаил, вы с нами? Да-да-да Отлично Давайте мы перейдем к тому вопросу Вы как раз говорили про Procter & Gamble И про ситуацию с их, не рецептурами, а составами Насколько вообще имеет смысл адаптировать продукцию Под региональные рынки? То есть вы говорите, что для России Производится немножко худший состав По крайней мере, по той информации, которой вы владеете А российская продукция, которая идет на экспорт А ее адаптируют, вот ее составы Вкусовые какие-то свойства Предположим, я не знаю, цвет, формы, еще что-либо Я, извиняюсь, я сразу вклинюсь, перебью Вот с квасом, это показательная история На тему той же Индии Потому что когда мы готовили партию Для отправки в Индию Выяснилось, что содержание алкоголя Больше 0,5%, да? А все наши квасы С исключением экспорта, там 1,2 примерно Там 0,76, 1,2 колеблется Ну, по стандарту Так вот, индийское законодательство запрещает То есть вам как-то придется Ну, нам пришлось просто подгонять все Адаптировать Так, чтобы оставалось 0,5 алкоголя Во что бы то ни стало Вот, потому что свыше 0,5 алкоголя У них считается алкогольная продукция Ее нельзя просто так тестировать Без лицензии Ну, понеслись бюрократические сложности Да, Миш, ответь, потому что у тебя информации больше Да, то есть как? Ну, с этой точки зрения Безусловно, адаптация, она нужна Не везде Причем здесь мы находимся, наверное, в большом плюсе По сравнению со многими странами Опять же, пока за счет курсовой разницы Мы можем не жертвовать качеством Во многих случаях Соответственно, российская продукция При схожей, либо чуть меньшей стоимости Она будет более высокого качества Чем, скажем, продукция китайская, американская и прочее Во-вторых, безусловно, есть часть адаптации Связана с законодательными вопросами С нормами, со стандартами и прочим Ну да, то есть то, что как раз о чем-то Владимир Синтавр говорил Да Здесь много нюансов Потому что на разных рынках Во-первых, действительно действуют разные законы Там в Германии В ЕС свои законы Относительно того Тех же пробных партий товара Да, там есть нюансы, связанные с их распространением То есть если ты там продаешь частным лицам, сертификация не нужна Если ты собираешься продавать это в розницу То ее уже нужно сертифицировать Соответственно, возникает очень много вот этих юридических нюансов И при выходе на конкретный внешний рынок Нужно все эти нюансы учитывать Но это несложная задача Это достаточно простой вопрос С точки зрения юридической практики Просто, скажем, подготовить правильно контракты Тоже часто замечала такой момент Что в каждой стране Даже не в каждой стране В ряде некоторых стран Название продукции может меняться То есть из-за особенностей лингвистических в каждой стране Да, там, предположим, смысл Может портиться А то и приобретать какое-то двусмысленное значение Безусловно Один из очень ярких примеров был В свое время Mitsubishi Pajero Который выходил на рынок Испании Но ему поменяли название Да, это заменитая история Пajero означало Да, лицо нетрадиционной ориентации Вот там вариант Лиже нетрадиционной ориентации Лиже, по-русски говоря, анонист просто То есть, да То есть это слово звучало, естественно, для латинской По-моему, в Испании или в латинской Америке Я не помню Звучало для них Ну, катастрофически звучало То есть, ну, пришлось поменять Потому что все удивились, почему же Pajero не ехалось туда Да, и, соответственно, меняются, наверное, и способы продвижения И то, как это будет выглядеть, да Там какие-то макеты Они адаптируются под определенный регион Михаил, расскажи Да Если можно, я там кратко дам Относительно маркетинга Да Реально маркетинг сейчас Он принимает совершенно новые обороты То есть сейчас Ну, одним из ключевых направлений А мы здесь с точки зрения рассматриваем того, какие методы Значит, они работают за рубежом и в России Разные они Как они между собой коррелируются Так вот Сейчас в силу распространения интернета В принципе Система продвижения Она остается как механика Она единая То есть это интернет, торговые площадки Инфлюенсеры и прочая история Для малого и среднего бизнеса Безусловно Одно из ключевых является Это продвижение через инфлюенсеров В Китае Это как раз WeChat Это Те люди, которые там создают успешные каналы Так называемые блогеры Тикток и прочие В общем, Тикток сейчас в Китае Начал достаточно Большую долю рынка занимать С точки зрения продвижения именно пищевой продукции Когда создаются целые каналы Посвященные там Различного рода товарам Категорийные Их там активно Раздавливает Показывает Пробует В общем, визуально Мотивирует людей Это приобрести А тут Собственно, те же самые методы продвижения Они, в принципе, работают И сейчас в любой стране И это очень большой плюс Потому что унификация каналов А мы, по сути, в мире Сейчас имеем что? Инстаграм, Тикток, Фейсбук, Твиттер Локальные социальные сети Которые, по сути, всегда Как в ВКонтакте Являются копией Фейсбука В своей сущности То есть, по сути Механики везде одинаковые Да, то есть, по сути, получается Основной механизм продвижения Он через интернет Да, через соцсети Безусловно Для российских экспортеров Это единственный вариант Это единственный вариант Да, по крайней мере, для маленьких И средних Это точно С точки зрения просто возможностей С точки зрения там Крупных экспортеров Безусловно У них еще есть возможности Заказывать рекламные кампании На других В других формах Но для малых и средних экспортеров Я считаю, что Кроме интернета В принципе, вариантов особо нет То есть, это такой Как бы основной Самый целесообразный Способ продвижения на экспорт Хорошо Да Вот давайте перейдем То есть, вот у нас с вами Продукт мы вывели А куда мы его выводим-то То есть, где мы будем Все это продавать То есть, это какие-то Собственные торговые точки Это только оптом Предположим На какие-то там Сети, предположим Мы выходим Или онлайн-маркетплейсы То есть, что это Может быть Что чаще всего используется Ну, это все-таки Зависит от сегмента Потому что у нас Например, производители Одежды То есть, все, что касается Легкой промышленности Они зачастую уже имеют Интернет-магазины Причем в разных формах Сейчас позволяет Есть стартап такой С русскими корнями Эти называется Который позволяет Создавать На площадке интернет-магазина То есть, им пользуются Достаточно большое количество Наших малых и средних экспортеров Есть eBay Есть Amazon Есть, в общем-то Tmall И Китайские торговые платформы Здесь все зависит Конкретно от формы Те, кто занимается Посредничеством То есть, покупает Что-то здесь Перепродают Рекламируя на площадках Это в основном Торговые платформы Те, кто самостоятельно Продает Соответственно Использует Технические решения Которые продаются На рынке То есть, это К своим Инстаграм-аккаунтам Опять же, те, кто В интернете Продвигает Обычно Прикрепляют интернет-магазины В различной форме И там же Отправляют товары На внешней рынке Для больших То есть, для тех Кто производит продукцию Крупными партиями Как раз Производители Пищевой Продукции А им необходимо Соответственно В какой-то форме Попасть в торговые сети То есть, мы здесь Говорим не о Создании собственных Сущностей Для продвижения А интеграции Уже существующие Например Крупные Мультибрендовые Аккаунты В торговых Векомерс-платформах Например, там есть Павильоны российской продукции Причем их Достаточно много То есть, есть просто Торговые компании Которые создают аккаунты Продвигают их И на этом объеме Реализуют свою продукцию Есть как бы Официальный торговый Павильон России Есть аккаунты Опять же Продвинутых пользователей На ebay Которые Централизованно Что-то продают Ну и вот Процесс Он как бы идет Здесь нужно смотреть Конкретно продукцию Что компания продает То есть, для каждого Конкретного типа продукции Это индивидуальные Каналы Вот то, чем мы Занимаемся Вот у нас есть Те катамараны Это вообще индивидуальная B2B история То есть, мы Выходим на контакт С торговыми сетями Получаем заказ Финансируем Отправляем Пробные партии Для, например Конкретно точных B2B историй Там, например Есть очень большой рынок Производителей Катеров и лодок Которые в комплект Комплектуют Свои лодки Катера Различными средствами Для отдыха На воде Вот это тоже B2B Это чистые продажи Через торговый офис Это даже не интернет В прямом смысле этого слова То есть, точно так же Да, как на примере С катамаранами Которые вы приводили То есть, бывает такое Что есть рынки Где продажи Идут лучше Чем, предположим В своем городе В своей стране Безусловно То есть А почему вот это происходит То есть, только из-за того Что, например Для России это слишком дорого А для, предположим Америки Из-за курса Это достаточно доступно То есть, получается Что для ряда Деятельности Просто выгоднее Работать на экспорт Конечно Это безусловно Причем Это основная выгода Как раз Для тех людей Которые Хотят начать свой бизнес То есть, у кого есть Идеи интересные Которые можно продавать За рубеж Потому что не секрет Что Есть такая Наверное Иллюзия Того Что За рубежом Там всего Больше Все есть На самом деле Это не так Отличие России От Зарубежных стран Заключается Ну, ключевое По крайней мере Это в доступе К деньгам Если в Америке Ты в гараже Придумал какую-то историю То у тебя На каждом этапе Появляется возможность Привлечь деньги Вот ты вышел из гаража Тебе сразу сдали Десять тысяч долларов Нормально И дальше Ты уже поэтапно По развитию продукции Начинаешь развивать Вот в нашей стране К сожалению Если ты что-то придумал То ты нигде Деньги не получишь То есть, ты не сможешь Произвести Кредит вряд ли Ты получишь То есть, соответственно У нас плывет Только там Где люди Просто по родственникам По друзьям Собирают деньги Какие-то в долг Создают что-то И пытаются это продавать У кого-то получается У кого-то нет Но при этом Возникает еще ситуация Когда иностранцы приходят И, видя перспективные истории Просто их выкупают Задешево И многие наши Предприниматели Такие идеи И классные производства Просто продают В силу отсутствия Возможности их масштабировать Ну и так же Точно так же Как вы говорили На примере С Китаем То есть, рынок Потребителей Которые считают Что российский товар Он изначально хороший А есть еще какие-то рынки Помимо Китая Которые также Относятся к российским товарам Ну, знаете Я так скажу Что По моим личным ощущениям То, что у нас По сайту статистика То есть, ключевые рынки Для России По крайней мере Для неэнергетического Не сырьевого экспорта Это Там, где присутствует Достаточно широкое Во-первых Присутствие российской диаспоры В каком-то виде То есть, Германия США Канада Италия То есть, это вот Те страны Которые наиболее активно Посещают наш сайт Зарубежный И Для которых Ту информацию Которую мы российские Производители отдаем Она имеет смысл Видимо В какой-то форме Поэтому Я считаю Что ограничений нет Любая страна Может быть Очень хорошим Местом Для реализации Какой-либо продукции Другой вопрос Что нужно Четко понимать Там Вот эти базовые Математические истории Связанные с определением Рынка Твоей аудитории Потребительской способности То есть, будет Продукт конкурентоспособен Просто По факту Слушай Я просто Слушаю Твой спич И вдруг Вспоминаю Какого-то Американского Профессора На экономическом форуме Который Ну, там Очередная у него Перепалка с Грефом Который у нас Любит участвовать В форумах Американец говорит Что, ребят Вас дал Вас изобрели радио Там Попов все-таки Раньше У вас создали Первые Вот это Вот это Вот это И вот это То есть, в плане изобретений В плане инноваций Русские все прекрасно А вот с реализацией Чего бы то ни было У вас Как-то швах Вот у нас Та же ситуация осталась То есть, у нас есть Начинание Есть интересные идеи Мы их не внедряем К сожалению Программа наша Подходит к концу Пролетела незаметно Михаил, спасибо Что вы были сегодня с нами Спасибо Спасибо огромное Что нашел время Поучаствовать Владимир Владимир, вам тоже большое спасибо Всем всего доброго До свидания Да, все, спасибо Сто один пиар Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok